Майя Михайловна, я бы хотел вас спросить, что вас тревожит? Потому что, когда мы с вами разговариваем, у меня всегда все время ощущение, что у вас внутренняя тревога вас не покидает. Это есть. Это не ощущение, это правда. Хочется хоть что-нибудь, одно, чтобы меня устроило. Любые фрагменты из старых спектаклей сегодня подлинным откровением уже не станут, потому что многое видно. Но подлинным откровением может стать личность Плесецкой, личность и характер. Но встречаю, не скрою от вас, все время вы в общем заслон. Потому что когда в монтажной я хочу снимать ваше искреннее ощущение того, что вы видите, что вам не нравится, мы договаривались. Нет, снимать мы этого не будем. В Литве, когда я думал, что мы с Марией Шелл сможем в общем... Марией Шелл сможем в общем... Все не то. У нас, наверное, разные точки зрения. Вот мне не нравится в машине, а вам нравится. Вот уже изображение плохое там получилось. Теперь по поводу изображения. В репортажной съемке архигениальный оператор этого не сделает. Потому что когда у нас есть... Должен быть правильный тогда. Нет, естественно. Знаете, что если будет все документальное, но безобразное изображение, с этим тоже никогда не соглашусь. Стой можно и свет, и стон хороший. А что, что я видела в зеркало, не очень. Вы тревожитесь, и я тревожусь в не меньшей степени. Потому что должен быть откровенен. Вот таким образом я работаю впервые. Когда у меня нет абсолютной свободы и раскрепощенности. Я вам скажу просто совсем откровенно. Конечно. У меня не сложилось доверие. От увиденного, может быть, даже от предлагаемого. То, что вы сейчас снимаете, это совершенно неинтересно. Вы хотели меня снимать в кухне, как я режу лук. Это вообще фигня. Но почему же это фигня? Но если вы делаете для консьержек фильмы, то они не применяют. Ну зачем же для консьержек? Потому что получается так. Получается так. Действительно, я должен сказать, что наши отношения, наша работа складывалась достаточно драматично. И для меня, и для вас. Бывает попадание. А бывает, что это не сразу. Вот с Бежаром. Он удивлялся, как легко со мной работать. И камера эта? Нет, камера еще пока не идет. А пусть не пониже прибыл. Прямо на меня смети. Нет, пусть не пониже, пониже. Первое, пожалуй, о чем я хотел бы вас спросить. Что вас всегда в жизни радует? Без чего вам трудно было бы жить? Пожалуйста. А если не снимают, то зачем? Майя Михайловна, мы уже снимаем. Уже снимаем. Женя, вы снимаете? Да. Из чего трудно жить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, пожалуйста, чего вы ожидаете от нашей нынешней с вами работы? Мне бы хотелось, чтобы, наконец, был фильм, после которого мне бы не задали вопрос. Майя Михайловна, когда-нибудь будет о вас хоть что-нибудь приличное? Майя Михайловна, чего вы более всего опасаетесь, когда оказываетесь перед съемочной камерой? Собственной неестественности вдруг на нервной почве и плохого изображения. Вы знаете, я сейчас уже совершенно спокойна, потому что в Анисимове я уверена. Не опасаетесь ли вы того, что фильм может приоткрыть в вашем характере нечто такое, чего бы вам не хотелось открывать? Нет, не опасаюсь, потому что, наверное, нужно показать человека как можно больше естественно. И достоинства, недостатки можно показывать, этого не боюсь. Начинаем спектакль. К началу спектакля все звонки были. Участников прошу на сцену. Внимание, дирижер в оркестре. Начали. Внимание, дирижер в оркестре. Внимание, дирижер в оркестре. Внимание, дирижер в оркестре. Субтитры создавал DimaTorzok Когда я выхожу на рамбу театра, этого фантастического театра, единственного на свете, и когда медленно начинает зажигаться в зале свет, это такое счастье, которое не может сравниться ни с чем. В этот момент уже кажется, что больше на свете ничего не может быть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кармен сегодня уже балетная классика. Прошло много лет с тех пор, как спектакль поставлен. Как же он был принят тогда? Спектакль настолько не понравился, что он был снят с репертуара. Я сказала, что Кармен – замечательный спектакль. На что мне в Министерстве культуры сказали, вы сделали женщину легкого поведения за героиней испанского народа. С этим было очень трудно, когда было понятно, что произведения Мереме даже не читали. Была страшная битва, где я сказала, что я могу уйти вообще со сцены, и если Кармен не будет идти, то я уйду. Мне сказали, что Кармен умрет, потому что спектакль плохой. На что я ответила, что Кармен умрет тогда, когда умру я. И вот теперь, спустя такое огромное количество лет, я попала, это было три года назад, в Мадрид, в родину, Кармен. И когда испанцы крикнули «Оле!», я поняла, что я была одна правая. Я победила. О чем вы мечтаете сейчас? Вы, достигшая олимпове искусства. Сейчас я мечтаю. Я не мечтаю, потому что я вообще не мечтательна. Я очень большой реалист, можно сказать, стопроцентный. Не пессимист. Я очень реально смотрю на жизнь и ничем не обольщаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Окончайся игровой. Смотришь, как фарапедия. Да, 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 через него. Такие падают. Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Эта штука. Поперёд. Раз, два. До, фа. Не бояться на фа диез попасть. И уже пальцы стоят на фа диез. В первом такте, восьмой цифре. Нота до, да. И шли. До фа диез перейти. Немножко трусь сыграть до, чтобы попасть на фа диез. И дальше вот в пятый такт тоже без... То есть связывай там, где пьянув, без паузы. Цифра восемь. Такая прогулочка. Журчит. Журчит прямо. Да, да, да. Просто как будто никого... А, у нас тогда здесь очень много всего. А может это даже самое все смягчить. Все просто слишком можно большую живость убрать. И, может быть, это просто такие прогулки, чем мы чуть-чуть стеснялись, да? Идеально. Идеально. Больше не зубит, да? Абсолютно идеально. Чуть не маловатые лончели вот только вот где-нибудь вступают. Вот, где-нибудь вступают. А, вот это вот, да? Чуть, чтобы это было слышно вступление. Да, нужно что-нибудь поменять. Ну, на йоту просто. Уже я слышу где-то только здесь. Я хочу и там услышать. Вот в 12-й цифре. Вы начинаете выворачиваться. Я начинаю не поворачиваться, а поворачиваться. Я не могу умереть в одном месте. Вот встаньте так. Мне нужно... Нет, я хочу так и сразу, чтобы ты меня поворачиваешь. Сразу, правильно, правильно, правильно. Без поворачивания, иначе я поворачиваю. Тогда будет рука. Иначе выхода из положения нет. Нет, есть, если вы не будете сами это делать. Обязательно буду, потому что музыка идет, я не могу остановиться. Ну, тогда будет рука. Ладно. Значит, положение безвыходное. Боря слишком балетный. Ты чеховский, а не балетный. Вот, Маш, где остановились? Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И эта героиня, которая стоит несколько особняком от тех женских характеров, которые вас интересуют Да, женщина обыкновенная, но Чехов необыкновенный И этот рассказ, горестный рассказ об очень большой любви, которая не состоялась и не могла состояться благополучно Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 1, 2, наверх, 10. Мишенька, сломай второе, тоже никак не ломается. Спасибо. Как можно достанет? Давайте. И раз, назад, два, раз, назад, вперед левую, два, три, тирамид, другом, раз, два, вперед, через первую позицию назад. Майя Михайловна, говорят, что искусство требует жертв. Но скажите, пожалуйста, чего в жизни лишает судьба такую актрису, как вы, актрису с мировым именем? И обязательно лишает ли? Смотря что в жизни считать жертвой. Но если балерина, которая должна всегда танцевать, всегда быть в работе, всегда быть в трене, всегда быть в форме. Если она целиком принадлежит своему искусству, конечно, личная жизнь, допустим, дети, это невозможно. Я в этом совершенно уверена. Потому что балерины, которые имеют детей, они уже не целиком принадлежат искусству. Мне это не жалко, но кто-то мог бы и страдать от этого. Я жалею, что я не могу все 24 часа в жизни в сутки отдавать своему мужу. Звучит пассажир. Производится регистрация билетов и оформление бахашек пассажиров, администрации длительной компании «Транс-Колеш». Пассажиры после встречи целого регистрация и секции номер 7 – правая жилова. А там с кем-то утрек – это территорию. А там с куда-то пассажиры, поэтому послужили на территории поездки. Поюбленный номер 8-5, он придется с экспорта в этом году в городе Иваново. Если можете, вы можете говорить по-русски, я переведу туда. Да, это отлично. Это сейчас снимают, как я улетаю в Африку. Это самое прекрасное, что я увидела. Именно в день его отъезда на родину во Францию он увидел Майя Плесецкая. Майя Михайловна, с какой миссией вы нынче отправляетесь в Париж? Я вам скажу сразу, как только вернусь. Спасибо. В канун Нового года премьер-министр Франции, мэр Парижа, Жак Ширак, от лица парижан вручил Великой Советской Балерине Майе Плесецкой почетную международную премию за элегантность, превосходная 86. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В чем для вас идеал женщины? Идеал женщины? Идеал, я думаю, недостижим. Идеал, я думаю, недостижим. Идеал, я думаю, недостижим. Но есть еще и характер. Судьба – это характер. И... Можно сначала? Да. Пожалуйста, мы будем снимать. Камера. Майя Михайловна, вы верите в судьбу? Верю в судьбу, но еще больше верю в характер. Характер – это судьба. Вообще хорошо, когда голова есть на плечах, когда человек соображает. Хотя для балерины очень важно, чтобы голова была на шее. Однажды в авиньоне был очередной фестиваль балетный. И я танцевала там лебедя. И только я вышла, только вот спиной я выплываю. Кап, кап, дождь. Пошел. Сначала огромными каплями, потом все больше и больше. И в конце концов стеной. Все достали... Это открытая сцена. Все достали зонты, бумаги какие-то. Все, что было, подолы, на голову. Все защищались. То есть я продолжала танцевать, как будто дождя не было. И дождь под светом фонарей казался каким-то серебряным дождем, как на елке. Я танцевала так, как будто бы дождь не шел. И публика стала сбрасывать в себя. Все, что на них было одето. Все зонты, все бумаги, все газеты. И сидели под дождем. Я танцевала до тех пор, пока у меня не отклеились ресницы, не упала пачка, и такая... Так лебедь в машине. Это было очень красиво. Успех был огромный, было так неожиданно. Лужи были, я делала вид, что все сухо, все прекрасно. Лужи были, я делала вид, что все сухо, все прекрасно. Знаете, я в чем сомневаюсь, я зато и не берусь. Лужи были, я делала вид, что все сухо, все сухо, все сухо, все сухо, все сухо, все сухо. Лужи были, я делала вид, что все сухо, все сухо, все сухо. Лужи были, я делала вид, что все сухо, все сухо, все сухо, все сухо, все сухо. Лужи были, я делала вид, что все сухо, все сухо, все сухо, все сухо. очень важно, очень красиво, и я думаю, что нужно, потому что в Кармен нет ни капельки рабства. Она совершенно свободна в своей жизни. В лице этих людей, которые приходят на кориду, она видит людей, которые желают себе ее подчинить, и вся Кармен решена, как арена. Вся жизнь Кармен – арена. Бой. Моя жизнь – тоже борьба. Я сорок лет провела в войне, и поэтому мне это близко. Карида Кармен похожа на мою кариду. КОНЕЦ 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 МАЯ ЛИХАЛОВА Что, на Ваш взгляд, помогает в жизни художнику не сломиться, выстоять и победить? КОНЕЦ Я думаю, что прежде всего и всегда нужно делать свое дело и заниматься главным образом своим делом. КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Фу! Немножко льнуло. КОНЕЦ 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 Необязательно эту последнюю можно сейчас не делать. Ага. Насиловать спину не буду. Вот. А? А? Ладно. Так, ну что дальше там? Давай конец спину. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Чего не поделаешь? А что сбудется? Он свернул здесь, я ему свернула шею. Вот эту саму штучку, думаю, сейчас, может быть, попробует вставить на место. Вправе. Трыкнуть. Да. Может быть, получится что-то. Вот, видите, сколько неожиданностей-то в нашем теле. Каждую секунду что-нибудь ждет. Суфель сломался, подвернулась нога. Эта самая мокрая какая-нибудь половица. Или я ему свернула шею. Каждую секунду что-то ждет. Ничего хорошего. Так, так что? Сегодня тогда все. Угу. Сегодня поработали вместо... Так, в меру возможностей. Может так. Завтра двенадцать, то же самое. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я не склонна к тому, чтобы вспоминать или что-то жалеть. Нет. Субтитры создавал DimaTorzok Майя Михайловна, скажите, было ли в вашей жизни нечто такое, чего вы не можете себя простить? Да. Были несколько моментов, которые я себе не прощу никогда. Но я и не скажу о них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Притом успехи фантастические. Знаете, мне очень важно угодить себе. Это самое трудное. Поэтому это не может быть достаточно, что если хвалят. Я просто знаю, что я могла бы сделать. Не сделала. И самое главное не это. Самое главное это как бы я себя вела. Мне надо было бы с самого начала себя вести совсем не так. В течение всей жизни. Вот здесь было очень много неправильного. Даже слишком. И что там у вина? Сама я. Никто. Я никого не обвиняю. Субтитры создавал DimaTorzok Любовь для Кармен это жизнь. Что вы думаете об этом чувстве? Что оно для вас было и есть? Любовь самое высокое, самое прекрасное чувство. Ради того, чтобы испытать любовь, стоит родиться на свет. Любовь так же, как искусство. Может быть, ничто больше. Вот любовь и искусство. Две вещи, ради которых стоит жить на свете. Две вещи, ради которых стоит жить на свете. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok